Продолжение следует... 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 что он уменьшает количество, препятствует привлечению макрофагов, уменьшается их количество, и таким образом противоопухолевая активность воздействия на иммунную систему Т-лимфоцитов усиливается. И чем это доказывается? Во-первых, еще хочу обратить внимание, что я уже говорила, что у проглемаба есть своя мутация, лаламутация. И эта мутация предохраняет ПДЛ-экспрессирующие лимфоциты от разрушения другими иммунокомпетентными клетками. К чему это все приводит? Это приводит к тому, что, во-первых, фагоцитоз отсутствует и снижается, потому что фагоцитоз, с другой стороны, снижает противоопухолевую активность, антипедиадин, антител. И это все приводит, доказано уже на предклинических исследованиях, это все приводит к увеличению противоопухолевого ответа. Это была предклиника. А что на самом деле в клинических результатах? Получили мы эти результаты, либо не получили? И исследование, вы уже слышали о нем много, это исследование Миракулум, в котором участвовали наши, конечно, центры российские. И это исследование было посвящено метастатической меланоме, туда включались пациенты, старались включать непредлеченных пациентов, так сказать, которые не получали иммуно-онкологические препараты, не получали таргетную терапию. И количество этих пациентов было ни большое, ни маленькое – 126. Но для российской популяции это достаточно немаленькое. Стратификация этих пациентов была достаточно проста в зависимости от состояния пациентов, в зависимости от предшествующей терапии и уровня ЛДГ, который является прогностическим фактором. Больные стратифицировались на две группы. Одна группа получала дозу проглимаба 1 мг на кг веса, другая группа получала 3 мг на кг веса, один раз в три недели, та группа получала один раз в две недели. И лечились больные до прогрессирования процесса. Иперечная точка была эффективность, оценка эффективности. Ну вот, посмотрите, группа пациентов. Они были достаточно равнозначны и в той, и в другой группе. В основном это были люди среднего возраста, большинство было женщин, все больные имели распространенную стадию заболевания. И перед этим больные достаточно длительно лечились, более года уже получали лечение. В основном все пациенты подвергались хирургическому лечению. И более трети пациентов подвергались одевантной терапии. Но одевантная терапия к тому времени, но чаще всего это было интерфероны. Мало кто еще получал другие препараты. Если говорить по наличию BRAF-мутаций и ПДЛ-экспресси, то здесь вот тоже можете посмотреть, они были практически равнозначны. И BRAF-мутация была обнаружена меньше, чем у нас в российской популяции. Помните, у нас в российской популяции где-то 60% пациентов имеют. А здесь в исследовании было около 40, больше 30% пациентов имели BRAF-мутацию. И позитивный ПДЛ-статус около половины процентов. И несколько были они, группы были сбалансированы по прогностическим факторам, по, например, ЛДГ, уровень ЛДГ, что является, еще раз повторяю, повышенный уровень, является неблагоприятным фактором. Так вот, третья часть пациентов и в одной группе, и в другой имели повышенный уровень ПДЛ. И хочу обратить внимание, что, да, в основном все больные были в удовлетворительном состоянии. Небольшое количество пациентов были статус один. Но это, в принципе, как удовлетворительное состояние пациентов. Половина пациентов имели такой статус. И включались пациенты не только меланомой кожи, но и редких локализаций меланома включалась туда. Это увиальная меланома и меланома слизистых. Вы знаете, что эти, к сожалению, редкие локализации протекают значительно хуже. И вот почти равное количество было включено и в ту и другую группу пациентов. И что еще хочется сказать, что не совсем сопоставимы по прогностическим факторам были в группе пациенты. Было несколько больше пациентов включено в группу, которая получала протглема в дозе 1 мг на кг веса каждые 2 недели. Пациенты с поражением центральной нервной системы. Но больные были в стабильном состоянии, не требовали какой-либо еще корригирующей терапии. Это было условием протокола. А в группе, которая прогонима в 3 мг на кг веса, там было 14% пациентов. И в основном, опять же, по предшествующей терапии, посмотрите, в основном пациенты основной массы не получали никакую терапию. Те пациенты, которые получали терапию одну линию, несколько больше были в группе 1 мг на кг веса и меньше 3 мг на кг веса, там 13%. И часть пациентов получили две линии, тоже немножко неравнозначно. Но, в общем-то, это, как вы посмотрите, не повлияло каким-то коренным образом на итоги лечения пациентов и итоги этого исследования. И сразу хочется сказать, если мы сопоставим тех пациентов, которые были включены в это исследование и в те международные исследования, на основании которых регистрировались препараты, такие как пемброзумап или невломап, конечно, наши пациенты были в категории более тяжелые, более распространенный процесс. Суммарный объем опухоли был значимо больше, чем в исследованиях регистрационных по другим антипедиадин препаратов. И более трех очагов метастазирования имели более 50% пациентов, в отличие от группы таких вот рафинированных, мы бы сказали, пациентов в международных исследованиях, которые были на невломабе, но на пемброзумапе таких данных нет. То есть категория пациентов, хочу подчеркнуть, что была достаточно такая вот неблагоприятная. То, что мы видим в реальной практике. То, что видим в реальной практике. Ну и что мы получили? Конечная, первичная точка, как мы говорили, нам достичь объективный ответ. Работает препарат или не работает? Первое, что хочется сказать, да, препарат работает. Объективный ответ, частота объективных ответов в одной дозировке и во второй дозировке доказано, что работает препарат. И объективный ответ, контроль над заболеванием больше 60%, причем в дозе более маленькой, где 1 мг на килограмм веса 64%, объективно 38%. А в другой, как ни странно, доза вроде бы больше, а эффективность по объективному ответу несколько ниже. Но, тем не менее, самое главное, что препарат работает. Это было доказано. И что еще важно, что Прозгалима продемонстрировал, что он длительно может работать, и объективный ответ будет продолжаться. И те пациенты, которые отвечают на лечение, как и у всех иммуноонкологических препаратов, этот ответ и продолжается. Более 75% ответов сохранялись более двух лет. Конечно, это здорово. То есть это доказывает, что да, препарат такого же действия, действительно эффективный. И вот буквально демонстрация того, кто у нас принимал участие. В основном были пациенты с меланомой кожи, но было несколько пациентов и с редкими локализациями. В том числе один из пациентов имел увиальную меланому. У него было 14 введений Прозгалимаба, и была стабилизация процесса в течение 9 месяцев. Те пациенты, те доктора, которые занимаются лечением этих пациентов, поймут меня, что значит лечить больного с метастатической меланомой, с агрессивной формой, с метастазами в печени и иметь 9 месяцев стабилизацию процесса. Это хороший результат. Да, были осложнения, с которыми мы достаточно длительно боролись, но они не повлияли на ход событий. И вот повторяю 9 месяцев ответа. На сегодняшний день мы имеем с вами, коллеги, уже оценку трёхлетней выживаемости. Прошло уже время, регистрация препарата была в 2020 году, но исследование продолжалось ещё раньше. И вот посмотрите, какие мы имеем на сегодняшний день результаты. Результаты трёхлетней общей выживаемости составляют 43%, а медиана общей выживаемости 26 месяцев. Высокие достаточно, да, высокие цифры. Если говорить о том, это общая популяция, а если взять только именно меланому кожи и те пациенты, которые получали лечение в первой линии, то здесь, конечно, эти цифры несколько будут выше. Результаты трёхлетней выживаемости уже будут составлять 55%, и медиана общей выживаемости в этой группе пациентов не достигнута. Причём медиана наблюдения составила более трёх лет, почти 40 месяцев. И в зависимости от мутации, влияет или не влияет наличие мутации. Но первое, что хочется сказать, конечно, любое современное лечение лучше, чем то лечение, которое мы предлагали пациентам ранее. Согласны? У нас был золотой стандарт декорбозин, ну и часть ещё нескольких химиотерапевтических препаратов. Так вот, препарат работает и у тех пациентов, у которых не было мутации БРАФ, и у тех пациентов, которые имеют мутацию в гене БРАФ. Но вот по данному исследованию несколько выше были показатели выживаемости, трёхлетней выживаемости у пациентов, которые не имели мутацию в гене БРАФ. И там медиана общей выживаемости не достигнута. Что ещё интересно? Вам говорили, что пациенты включались с метастазами в головной мозг. Крайне неблагоприятная группа пациентов. Но, тем не менее, посмотрите, мы опять же говорим о выживаемости у этой группы пациентов трёхлетней общей выживаемости. И те пациенты, конечно, которые не имели метастаза, у них высокая общая выживаемость. Но и те, которые имели метастазы, 40%, пережили трёхлетний рубеж. И медиана составила 19,5 месяцев. Ну вот здесь вот сравниваются те результаты. Не прямое сравнение. Коллеги, мы не можем никак прямое сравнение, да и не нужно нам его проводить. Мы посмотрели на те цифры, которые есть в литературе. И доказаны трёхлетняя выживаемость на зарегистрированных уже иммуно-онкологических препаратах. И, как видите, эти цифры практически идентичны. Они более 50%. И у нашего отечественного препарата прогремаба тоже самое 55%. И я хотела несколько слов сказать о том клиническом применении. что мы имеем некоторый опыт, кроме участия в исследовании, в клиническом исследовании. Мы решили провести своё внутреннее клиническое исследование по оценке эффективности неодевантной иммунотерапии продлилимабом у пациентов третьей стадии меланомы кожи. Мы открыли это исследование в конце прошлого года. И основывались на тех результатах, которые нас в своё время тогда повергли в такое восхищение и возможности огромной иммунотерапии. Потому что те пациенты, которые имеют местно распространённую, с большим риском рецидива заболевания меланомы кожи, если её сначала пролечить иммунотерапией, современными иммуно-онкологическими препаратами, то участие пациентов может добиться хорошего патоморфологического ответа. Причём этот ответ может достигать достаточно больших цифр – 70%. Причём он очень разнится с ринологической оценкой. Сегодня уже об этом говорили. Можете себе представить? 50% даёт ринологическая оценка, что эффект 50%, да? А патоморфологи говорят 70% полного ответа. Вот какая разница. И вот в своё время ещё на АСКО 2020 года было опубликовано исследование Прада, которое показало эффективность участия пациентов. Это, конечно, не стопроцентное попадание. Но да, и действительно можно использовать препараты иммуно-онкологические в неодевантном режиме, при местно распространённом, при третьей стадии меланомы кожи. И мы провели тоже такое, проводим сейчас ещё это исследование. Дизайн очень простой. Мы включили продлимап, в дозе зарегистрировано 1 мг на 1 кг веса, 4 введения, потом оперативное вмешательство, оценка лечебного патоморфоза и в зависимости от ответа, либо продолжение терапии, либо переход на какую-то терапию. Ну вот, посмотрите, мы на сегодняшний день включили 15 пациентов. 15-й пациент пока ещё не получал лечение. И это пока только срез данных. Я не анализирую полностью результаты этого исследования, потому что они ещё в ходу. Но хочу обратить внимание, что мы получили ответы, какие бы и хотели получить. Первое. Мы увидели и гиперпрогрессирование, то, в принципе, тоже должно быть. Но мы увидели три случая. В одном случае почти полный регресс патоморфологический и два полных патоморфологических регресса опухоли, меланомы кожи. И вот один из таких ответов сегодня уже прозвучал. Речь идёт о 62-летнем пациенте, у которого была меланома кожи с метастатическим поражением региональных лимфоузлов, пахово-бедренных лимфоузлов. И были ещё транзитные метастазы в области правой голени. Мы верифицировали этот процесс до начала терапии, затем провели лечение прозгремабом, а потом уже удалили, когда опухоль, посмотрели ещё раз. И каково наше было удивление? Действительно, я вам говорю честно, это было наше удивление. Всего 5% осталось опухоли меланомы активной ткани. Конечно, это ответ положительный, и что в первую очередь нам доказало, что да, препарат абсолютно так же работает, как и другие иммуно-онкологические препараты, зарегистрированные для лечения меланомы кожи. Другой пациент, 58 лет, беспигментная меланома кожи пяточной. В области хирургическое лечение было год назад доказано с биопсией лимфатических, сигнальных лимфатических узлов, и произошло прогрессирование с появлением метастазов в подколенной области. Провели 4 введения неволумаба, хирургическое лечение в дальнейшем, уже в июне этого года. И здесь вот посмотрите, мы получили, вот вчера буквально эти снимочки нам доставили морфологи, полный регресс. Вот это вот первичное обращение до начала лекарственной терапии клетки меланомы, а вот это вот сейчас мы получили вот такой ответ. То есть полный ответ. Полный ответ. Да, конечно, еще раз повторяю, это абсолютно точно, это не все пациенты будут реагировать. Потом мы проводили только монотерапию. Конечно, мы очень надеемся, что, может быть, фирма вместе с нами обсудит вопрос о применении комбинированного лечения, это антиститили-4 антипедиадин терапии, где эффект будет выше значимо. Но то, что препарат работает, и можно достичь хороших результатов, конечно, это однозначно. Поэтому, подводя итоги, следует сказать, что, конечно, мы в руках имеем в виде своего отечественного препарата достаточно эффективный препарат, и он доказал свою эффективность в российской прогностически неблагоприятной популяции, в той популяции, которую мы имеем в реальной клинической практике. И эффективность пролголемаба, она доказана во всех подгруппах, вне зависимости от наличия брав-мутации, вне зависимости от наличия метастазов в центральную нервную систему. И применение пролголемаба в дозировке, в минимальной дозировке, 1 мг на 1 кг веса, позволило достичь и высоких цифр трёхлетней общей выживаемости, которая составила 43% в общей популяции, а среди пациентов, которые именно страдали меланомой кожи и получали в первой линии, эта цифра составила 55%. То есть на сегодняшний день мы имеем свой отечественный антипедия-1 препарат, который имеет определённое своё место, определённые свои показания, и не в ущерб другим препаратам, не в лумабе, пембролизумабе, а тотализумабе и другим препаратам, он тоже имеет своё место и своих пациентов. Так что спасибо большое за внимание и спасибо компании. Надеемся, что они будут ищет, так же плодотворно работать дальше. Спасибо. Спасибо.